Это очень важный вопрос, но здоровье людей важнее. Именно так на вопрос одного из депутатов ответил заместитель председатель ГКНБ Мирлан Тургумбеков. Тем более есть заключение специалистов о том, что добыча урана на месторожение в Иссык-Кульской области совсем небезопасна. Радиоактивный элемент может попасть в почву, воздух и воду. Об этом сегодня напомнили и депутаты Джоргу Кенеша. Но получить ответы на главный вопрос у заместителя главного чекиста страны у нардепов не удалось. Действительно ли за добычей урана в Козеломпольском месторождении стоят очень большие корпорации? Идут слухи, что некоторые государства заинтересованы и стоят за вчерашними митингами. У вас есть информация по этому? Сейчас нет такой информации. Впрочем, с заключениями экспертов в области экологии о том, что нельзя разрабатывать Козеломпол, так как это может стать причиной экологической катастрофы, членок обмина не в курсе. И даже вице-премьер министр оборонов ничего не знает. Но это никак не помогло чиновникам. Депутаты продолжили. Задавать вопросы. Какие уголовные дела возбуждены по решению Совбеза по пересмотру лицензий в недропользовании? Всего по заданию правительства и решению Совбеза была проведена инвентаризация всех имеющихся лицензий, которые находятся в руках недропользователя. Их оказалось 2571. Из них около 200 признаны недействительными и возвращены. Сегодня работа идет в этом направлении. Мы разрабатываем новый норматив, что если в определенный срок лицензиат не будет работы проводить по проекту, то лицензия будет аннулирована. То есть в этом направлении правительством и комитетом проделана очень хорошая работа. К обсуждению уранного вопроса некоторые депутаты подготовились не на шутку. К примеру, депутат Марлен Маматалиев так вообще проявил знания как минимум дипломированного физикоядерщика с экономическим уклоном. По его словам, уран делится на два вида. Уран-238, это составляет 94%, и уран-235 оружейный. Стоит он приличные деньги. А если учитывать общие запасы, то сумма получается вообще космическая. Я перед тем, как задать вопрос, провел экономические расчеты. Если уран-238 в среднем стоит сейчас 40 долларов, значит 140 миллионов долларов. А килограмм урана-235 стоит 10 миллионов долларов, то тогда 10 миллиардов долларов стоит месторождение. Думаю, за этим стоят крупные финансовые корпорации. ГКНБ должен изучить, почему, увидев слово «уран», мы допустили это. Потому что я ранее сказал, посмотрите на экономические расчеты. По урану-238 компания должна была получить 240 миллионов долларов, а по урану-235, даже и при 0,6%, 10 миллиардов долларов. Значит, не просто так было выдано. За этим стоит определенный расчет. Впрочем, сегодня руководство Госкомитета по недропользованию, отвечая на вопросы депутатов, выразило свою позицию. Инвестора надо поддержать. Если есть нарушения, оставим работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...